Оставлена точка в деле о скотократстве. Процесс проходил в открытом формате. Перед судом предстали четверо подсудимых. И вот объявлен приговор. Эти кадры сняты в декабре в момент кражи скота бармтачами. В целом, в прошлом году в районе резко увеличилось скотократство. Скот бесследно исчезал с патбищ. В ходе оперативно-следственных мероприятий стражей порядка вышли на след четырех подозреваемых. В ходе проверки мы обнаружили в септике четыре голени неизвестного животного. Здесь же была обнаружена зарезанная корова. По материалам следствия бармтачи украли с патбищ 11 коров и из личных подворья 9 голов мелкой живности. На первом судебном заседании были заслушаны свидетели. Потерпевшие потребовали жесткого наказания преступников. Как они издевались над нашим скотом, так и с ними нужно поступить. У них есть родные, близкие. Пусть найдут наш скот. Потом пусть отбудут наказание. Пока они не были пойманы, кого только мы не подозревали, взяли грех на душу. Пусть возместят нам ущерб. Вместо преступника в тюрьме. Пусть возместят ущерб. Моральные наши потери. Все четверки молодчиков было предъявлено наказание по 14 эпизодам. Двоих потерпевших простили в связи с возмещением ущерба. Курбанов и Даулбаев были освобождены в зале суда. Моя мама довольна. Но что ей делать? Он сын ее брата. Прости его. Зачем тебе это? Сказала она. Я простила. Мне возместили нанесенный ущерб. Поэтому я простил двоих. Хочу отозвать свое заявление. В отношении двух других вынесен приговор. Приговор в отношении Наршаева и Ильясова. Наршаева Нуркена Байбул-Уле признать виновным по части 2 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев. Ильясов Дауренко Иргалевич по части 2 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан признан виновным. Назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев. Приговор вступит к закону силы через 15 дней. Галымжан Жумназар, Аягос Кожақва, Иса Шарипов, Канат Махамбетов телеканал, Кызларда.